Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Стрельбой по колесам завершилась погоня за нелегальным перевозчиком металла. События разворачивались на автодороге между деревнями Волосовичи и Полесье Чичерского района. Сотрудники ГАИ заметили грузовик, который двигался без включенного ближнего света фар. Тайный автомобиль правоохранители попытались остановить, включив проблесковые маячки. Однако водитель в ответ на это только ускорился. Во время движения перевозчик металла блокировал служебный автомобиль, веляя из стороны в сторону. Неоднократные законные требования инспекторов ДПС об остановке, очевидно для водителя, игнорировались. Информация о том, что будет использовано оружие, эффекта не дала, как и четыре предупредительных выстрела вверх. Сотрудники милиции открыли огонь по левому переднему колесу и радиатору охлаждения. Только после этого ЗИЛ прекратил движение. За рулем находился 24-летний житель Чичерска. У него отсутствовали удостоверения водителя, документы и страховка на автомобиле груз. Кузов был доверху, загружен ломом черного металла. Проводится проверка. Вречица 4-летний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже. Инцидент произошел 4 апреля. Мама оставила мальчика на дедушку. В какой-то момент пенсионер отлучился в другую комнату, а малыш забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и упал вниз. Падение смягчили кусты, которые росли под окном. Ребенка доставили в местную центральную районную больницу с переломами ребер и ушибом легкого. По факту произошедшего проводится проверка. В Добружском районе на автодороге границы Российской Федерации Гомель-Кобрин произошло ДТП по причине внезапного ухудшения состояния здоровья водителя. 61-летний мужчина, управлявший «Фольксвагеном», как предполагается, потерял сознание. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Вольво». Водитель «Фольксвагена» скончался на месте происшествия. Проводится проверка. А в Гомеле в ДТП попала пожилая женщина-пешеход. Пенсионерка переходила Реческий проспект в неустановленном месте в непосредственной близости от пешеходного перехода со светофором. Ее не заметила 32-летняя водитель «Ниссана». В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесное повреждение, с которым было госпитализировано травматологическое отделение областной больницы. Это вся информация на сегодня. Оставайтесь на Беларусь4.